Всем привет! Меня зовут Роман Стельмах, я живу в Лиссабоне уже больше шести лет и всё это время рассказываю о Португалии на этом канале. Если вы планируете переехать в Португалию, зайдите на наш сайт isportugal.com Там в блоге об иммиграции вы найдёте больше ста полезных статей. А ещё сможете связаться со специалистом по иммиграции, юристом, бухгалтером, риэлтором и преподавателем португальского языка. Все ссылки в описании. В 2013 году ты переехала из Мурманской области, из Солнечной Мурманской области. Из Солнечной Мурманской области. В Лиссабонскую область. В Лиссабонскую, да. Расскажи, как это получилось. Как это получилось? Это было так давно. И так недавно, казалось бы. Как это получилось? Ну, мой муж, он уже живёт в Португалии долго. Он живёт практически 20 лет, не практически, он живёт практически 21 год здесь. переехал в свое время еще будучи очень молодым но так как он его родители живут в мурманской области он приезжал к ним отдыхать и мы с ним там познакомились познакомились понравились друг другу на тот момент я работала жила в апотитах работала психологом по своей специальности и никуда уезжать тем более мигрировать совершенно не планировала вот мы с ним познакомились я узнала что он из португалии потом он уехал португалию мы продолжили с ним переписку созванивались по скайпу вот и нужно было в какой-то момент принимать решение ну либо мы расстаемся либо кто-то переезжает кому-то у него на тот момент и у меня тоже был были дети у него сын от предыдущего брака у меня дочь и мы решили что мне проще поменять свою жизнь поскольку я могла переехать своей дочерью к нему а он не мог поскольку если бы он переехал в россию то он бы не виделся со своим сыном поэтому решили так что я перееду и я переехал выбор был равнозначным или россия португалия знаешь для меня нет поскольку у меня там профессия профессия которую то есть я отучилась на психолога я шла туда осознанно и ее получать закончила и работала то есть практически 10 лет по своей специальности в этой сфере поэтому меня там свое жилье было то есть у меня была жизнь уже налаженная поэтому переезжать сюда было достаточно так рискованно в принципе я человек авантюрный и решила переехать попробовать посмотреть просто может кто-то не может быть я не подчеркнул мурманская область это заполярье это там где полгода ночь да это холодно но кроме того что это холодно это просто темно ну да это темно и солнечная португалия лиссабон пляж свежие фрукты и овощи круглый год другой климат ты знаешь сейчас на севере север это достаточно богатый регион всегда был север россии это достаточно богатый регион в каком плане в том что ехали в свое время туда люди за заработки так как суровый климат у нас там платятся полярки то есть это двойная зарплата то есть ты допустим имеешь там какую-то зарплату и плюс полярки они удваивают ее поэтому люди сегодня сейчас и сейчас до сих пор сейчас настоящее время не знаю когда я там жила работала еще до поскольку я оттуда родом то есть я там родилась для меня были вот эти полярки то что там суровый климат да возможно для кого-то так как я там родилась я достаточно было достаточно адаптирована была к тому к тому климату потом опять же училась я не в апатитах то есть высшее образование получала смоленскую область в смоленске то есть это центр россии то есть совершенно другой климат опять же потом работала два года жила в москве то опять же опять же другой климат то есть я не пугалась того что я сейчас меня то есть это мне кажется было последнее о чем я думала о климате я говорю о том что тут просто классный классный ради этого у меня так совпало что вот по семейным обстоятельствам это романтичная история хорошая история приятно приятный приятная причина переехать в солнечный лиссабон это видео мы записываем при поддержке магазинов наших продуктов здесь португалии микс март что мы сейчас будем делать мы сейчас будем украшать торт наполеон классическую версию будем делать немножко более яркой а также гальский манер ну нет не совсем такой европейский махер ну просто на манер минималиста но кто любит что-то более яркое чем просто классика наполеон вообще в португалии есть у них есть мил фолеш мил фолеш да это тоже массово 1000 листиков да то есть это просто как это слоеное тесто до слоеное тесто и крем только они как правило используют крем-душ то есть это яичный крем яичный крем желтым они его до кладут везде а мы используем совсем другой мы используем заварной конкретно вот в этом торте я использую крем который базируется на заварном но также есть другие ингредиенты не буду их раскрывать чтобы крем был более легкий такой сливочный не такой сладкий потому что для меня крем торт наполеон это торт это достаточно легкий и у него должна быть нотка такая классическая и не сладкая и мы что-то будем делать да это карамельные маффины мы будем наполнять карамелью домашней соленый украшать сверху кремом крем чизом и дальше декорировать и португальская или не португальская европейская русская не знаю это рецепт из интернета адаптированный на мою манеру ну давай в общем будем давай может быть начнем с маффина когда ты приехала вот выделялись какие-то вещи особенности которых ну не было в россии да конечно до сих пор выделяются то есть я завела канал когда до переехала и там все видео которое снимала это плюсов португалия в том что я в эту страну влюбилась сразу как с первого взгляда и климат и люди и кухня мне очень нравится кухня мне вообще кажется что португальская кухня во первых она очень богатая то есть я имею ввиду еда и так традиционная и она очень перекликается с нашей едой славянской потому что у нас тоже есть вот ну нет почему у нас тоже богатый очень-очень вот как раз многие считают что русская кухня она намного богаче порту я как повар уже сертифицированный доточилась на повара я могу сказать что португальская кухня очень богатым так как в россии я по на повара не училась вот я не могу прям сравнивать сравнивать но то что у нас богатая кухня это да с богатыми традициями очень разнообразная и вкусная и здесь тоже минусы которые ты выделила и это видео у тебя там стало вирусным открою у меня вопрос за эти пять или сколько лет после того как ты выпустила это видео эти минусы они нивелировались или может быть они наоборот усилились а может быть какие-то новые попали в эту категорию ну вот ты выделяешь влажность отсутствие центрального отопления медицина дороговизна вещей ну например бензин вода медикаменты секции отношения к детям и бюрократии мне кажется это основные минусы которые есть стране и до сих пор так считаю я уже не помню сколько лет прошло наверно года 45 куда я снимал это видео вот и да я могу до сих пор сказать что это эти минусы имеют место быть конечно как правильно кто-то заметил что если есть деньги то наверно минусов меньше и вот но я говорю от своего лица я не могу говорить ни за кого другого то есть я говорю про себя тыс во всех своих видео я говорю свое свое мнение то есть то с чем я сталкиваюсь да я считаю что у медады есть важность есть есть повышенная влажность возможны и в россии есть зоны повышенной влажности то есть это вообще не зависит от страны то есть я говорил о минусах той страны в которой я живу бюрократия есть есть ну опять же я там говорю по поводу прав когда я получала права когда меняла права водительского удостоверения что это действительно заняло столько времени отношение к детям здесь не совсем плюс и минус да здесь можно сказать что и плюсы есть да поскольку они очень терпеливы к детям как правило португальцы любят детей то есть очень часто бывает что идешь со своим ребенком и твоего ребенка просто гладят по голове этому повышенное внимание тискают это можно отнести к плюсу и к минусу то есть ну на тот момент мне казалось что это минус говорила о том что в детских секциях к детям относятся очень терпеливо и аккуратно и не заставляют их ничего делать то есть а когда надо что-то сделать и добиться какого-то результата то их там уговаривают они вот заставляют то есть вот если ты не не хочешь там танцевать ну да ты можешь не танцевать это локально катя еще была маленькая это старшая дочь до старшая дочь занималась больными танцами ну и там скажем такой себе скажем такое себе опять же почему я это выделила и обратила на это внимание поскольку я свое в своем детстве занималась спортом то есть у меня спорт сопровождал все мое детство я я уверена что спорт это все прежде всего преодоление себя то есть какие-то моменты то есть спорт это всегда соревнования то есть какие там ты тренируешься 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 в какой-то момент ты выступаешь выступаешь для чего для того чтобы улучшить свои результаты и когда ты видишь что прогресса нет вот здесь вот допустим катя у меня ходила в бассейн занималась плаванием она ходила получается на балет то есть отходила в разные секции и ты видишь что прогресса нет и никто не заставляет и не требует то есть ты не хочешь ну можешь ничего не делать ну как вот это сравнение моего детства и детства моего ребенка именно в этом отношении спортивным сыграл ну мне кажется что все таки спорт это немножко не про это все-таки преодоление если задача стоит достичь каких-то спортивных результатов они же достигают ну в плане португальца футбольные да да пусть не только ну вот сейчас чемпион по моему по мотоспорту португалии вот есть девочка из по моему она украинка но выступала за сборную португалии по плаванию и в принципе много ребят которые занимаются спортом профессионально мне кажется вот из семьи еще очень много идет почему наши у меня сейчас катя занимается волейболом и ее выдвинули на ее выдвинули в национальную сборную точнее она еще не вошла туда но уже было как обсервана на рассмотрение да то есть находила на тренировке определенные тоже рассматривали и также среди 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 девочек которые там были также были и наши славянки другие то есть опять же мне кажется что здесь идет все из семьи вот эта воля какая-то стремление к победе не знаю сейчас буду доставать сердцевинку для того чтобы можно было чтобы у нас была возможность наполнить это кремом точнее не кремом а это прям вообще как стопроцентный смак макаревич сейчас мы достанем сердцевинку и наполним кремом я помню макаревича и смак но уже не помню формат если честно я больше помню юлию высотку как она рассказывала но там немножко другой формат кстати макаревич сейчас ведет у себя на канале эту передачу видите кондитером ты стала уже здесь в португалии когда я жила в россии я не имела никакого отношения не кондитерки не кулинарии в целом а готовить ты любишь готовить люблю да когда это не в тягость когда это не обязаловка когда можно элемент творчества привнести то есть работать допустим поваром это совсем другое дело не ну там я не знаю борщи варить или что-то я люблю да я люблю да мне нравится да ну для семьи для семьи ну да сейчас у меня здесь крем домашний крем-чиз называется че крем-чиз да потому что он содержит себе творожный сыр он имеет солоноватую нотку там также и очень хорошо сочетается с соленой карамелью это совсем не португальской нет это не португальской темы ну ты знаешь сейчас все очень интернационально очень интернациональному училась ты здесь в португалии училась здесь португалии В португальских школах не учат португальских? Нет, здесь учат, у меня на моем курсе, курс годовой, целый, комплект называется, есть разные модули. И эти модули содержат в себе как традиционную кондитерку, так и интернациональную. Поэтому я обучилась разным техникам. Если говорить о детях, я буквально позавчера просматривал видео, которое я записывал где-то 5 лет назад с девушкой. И она рассказывала о ее опыте учебы в школе здесь, в Португалии. И она говорила, что в Португалии в школе все на позитиве. То есть хочешь учиться, учись. Не хочешь, ну не учись, к тебе никто плохо относиться не будет. Ты будешь таким же, как и отличник Сережи. Ну это хорошо. И получается, что ответственность перекладывается с преподавателей из школы на родителей. То есть родители хотят, чтобы ребенок учился, а они должны работать над этим. Если родители думают, что это обязанность преподавателя, ну окей, преподаватель, он такой обязанности на себя не берет. То есть этот человек просто, этот школьник не будет переходить в следующий класс. Но к нему будет очень хорошее положительное отношение, его никто не будет булить или как-то по-специальному относиться. Мне кажется, что с психологической точки зрения это очень хорошо. То есть, ну это классно, когда от твоего ребенка никто не булит, да, что нет вот этих оценочных суждений по поводу того, хорошист, он там отличник, да, или плохо учится, да, что он не трепетит в свою нервную систему, если он не переходит в другой класс. Но опять же, здесь очень тонкая грань. С одной стороны это, а с другой стороны получается никаких лидерских качеств у ребенка не воспитывается. Как ты правильно заметил, перекладывается ответственность на плечи родителей. То есть, если ты хочешь, чтобы твой ребенок чего-то добился, то ты должен сам построить домашнее какое-то воспитание таким образом, чтобы ребенок стремился все-таки получить, ну, хорошо учиться. Я считаю, что все-таки в моей семье ответственность даже не столько на плечах родителей, то есть меня как родителя, сколько на плечах моего ребенка. То есть я воспитываю свою дочь, старшую и младшую тоже, как ответственного человека. То есть, если она получила негативную какую-то отметку, ну да, ничего хорошего нет в этом. Но это ее будущее потом. То есть я объясняю ей перспективы, которые ее ждут. То есть она уже сейчас задумывается о том, ну, ей 11 лет, но она задумывается о том, то есть куда она, в какой университет пойдет. Вот у нее есть какие-то планы дизайнерские, она достаточно хорошо рисует, планирует даже в университет, допустим, поступить где-то в Италии, в Италию поехать. Но опять же, вот если она получает какую-то негативную отметку, то есть мы с ней проговариваем эти моменты, что да, хорошо, Катя, ты можешь не учиться. То есть ты можешь не исправлять эту отметку, но вот твои планы, соответственно, не будут реализованы. А это типичная позиция родителей португальцев как-то? Нет, я думаю, что это типичная моя позиция. Ну, не типичная, это моя позиция португальцев. Я не знаю. Мне кажется, что нет. А ты общаешься с кем-то из португальцев? Да, я общаюсь. Ну, ты знаешь, люди в моем окружении португальцы, у них нет детей. А, то есть мы не можем об этом говорить? Мы не можем об этом говорить, то есть я не могу так судить. У меня широкий круг общения среди русскоговорящих, у кого есть детей. И приблизительно все придерживаются такого же воспитания, как я, насколько мне известно. Поэтому не могу сказать. Ну, по успеваемости, которая есть в классе, я думаю, что нет, у них совершенно другое отношение к обучению. То есть они не задумываются об этом. Друзья, на нашем сайте wisportugal.com slash immigration мы ведем блог о жизни наших иммигрантов здесь, в Португалии. Мы поднимаем вопросы медицины, налогов и другие бытовые вопросы. Заходите, читайте. Каждая русская женщина может стать кондитером в Португалии. Да, я вообще считаю, что если у тебя есть желание, допустим, и ты в себе нашел какие-то скрытые способности, то ты можешь все. Вообще все? Все, конечно. Конечно. Нужно только время обучиться. Ну, и ты можешь заниматься еще тем, что нравится? Конечно. Если тебе это нравится, и ты чувствуешь, что это твое. То есть я вот почувствовала, попробовала и поняла, что мне это нравится, что это мое. И это стало твоей профессией здесь? Да, потому что... Ты профессиональный кондитер? Да. И продолжаешь учиться? Есть сертификат? Работаешь, учишься? У меня есть сертификат повара-кондитера, и также я решила углубить свои знания в сфере кондитерки и расширить немножко в сторону подарии. То есть это хлебобулочные изделия, хлеб. Вот, поэтому я пошла, получила еще одно образование. Вот сейчас я закончила его, осталось пройти практику, и все. У меня будет сертификат, как повара, кондитера и пекаря. И ты работаешь где-то? Сейчас пока не работаю на дому. Сейчас я работаю на дому, делаю как домашний кондитер. Свободное время я делаю на заказ, да. А где-то в таких промышленных масштабах работал? Ну, не знаю, в Подариевке? Да, я работала, я проходила практику, я проходила в качестве практики только. И также помогала у меня есть друг-кондитер, я ему помогала, тоже работала с ним. Но потом пошла учиться, углублять свои знания, и поэтому... А какой план? Ну, в смысле, вот ты сейчас закончишь этот курс, у тебя будет еще один сертификат. Да, и пойти работать кондитером. Куда-то, ну, в КПК или куда? Куда-то, скорее всего, я пойду работать кондитером в ресторан, в какую-то крупную компанию, возможно, крупную пашталарью. Европейского плана, скорее. В смысле, не португальского? Не португальского, да. А какие это, к примеру? Ну, это француз, все французское, ну, например. Там, где все кастомное, да? Ну, типа индивидуально, да? Да, все, что финну, все, что, да. Отели тоже работают больше с интернациональным таким кондитерским направлением. Вот. Но также использую эту португальскую выпечку. Типа пашталдената? Типа пашталдената и всех остальных, да. Вот, сейчас мы украсили кремом и можем украшать на любой вкус ягодами. Я, как минимум... Это что, калина? Нет, это смородина. Красная смородина. Это физалис. Физалис, знаешь? Не, не, я не знаю. Вот это безе домашнее. Безе, я знаю, да. Знаешь, хорошо. Это мята. Что это у нас? Всякие ягодки, которые хорошо сочетаются. Привлекательно, да. Дежевика и черника. Давай украшать. Хорошо. Воля. Воля. Первый маффин готов. Ну, в принципе, и следующее можно делать в той же манере. Давай его сделаем. Да. Слушай, под твоим видео про минусы, там где ты говоришь про влажность, там медицину и все другое. Тебе пишут, ну так, а почему ты там сидишь и поезжай домой, да и все. Да. Что ты отвечаешь на это? Ну, например, я уже вообще ничего не отвечаю. Мне и на себе, например. Я, когда выпустила это видео, и когда пошли вот эти отрицательные отзывы, я переживала. То есть я смотрела и читала, и отвечала, и думала, и почему. Но потом я увидела, что комментарии можно поделить на два лагеря. То есть одни как будто понимают мой посыл, да, что я не столько страну хаю здесь, да, сколько выделяю объективные минусы, наверное, субъективные минусы, которые есть в стране. Вот. А другие люди, которые пишут такие негативные комментарии по поводу того, что ну и типа едь отсюда, они же зачем-то открыли мое видео и посмотрели про минусы в Португалии. Я могу сказать следующее, что в любой стране есть минусы. То есть не только в Португалии, но и в России, в Украине и в других странах есть свои минусы. И закрывать глаза на это, ну, это глупо. Нужно достаточно объективно смотреть на вещи. Я думаю, что народ, ну, в основном те, кто писали, мол, поезжай домой, они, ну, представляешь себе, там, тетеньку или дяденьку, которая живет в Мурманской области, не видит полгода солнца, в какой-то деревне, деревянный у него дом, изба такая, к которому скорая помощь приезжает, там, ну, после звонка через, там, 3 часа, например, который должен ходить, там, пешком в школу, его дети ходят пешком, там, 5 километров, не знаю. Вот, и ты пишешь ему, что, ну, вот в Португалии такие минусы тут, в общем, влажность в ванной, вот я ее вывожу какими-то средствами, вот, и он думает, слушай, Я не заживалась ли ты? Понимаю, ну, серьезно. Да, да. Нет, ну, понятно, что человек, который зашел посмотреть на минусы в Португалии, он же для чего ты это сделал? Ну, да. То есть, во-первых, человек, живущий в таких условиях, вот, которые ты описал, да, то есть он зачем-то полез в интернет, нашел вот это видео, для чего? Так, а что делать-то еще? По телеку ничего нет. Вот, хорошо. Он посмотрел про минусы, и он не согласен с этими минусами. Ну, пусть он думает, что слушай, барыня. Да, да. Опять же, я же не пишу про минусы в России, да, я пишу, ну, говорила в том видео о минусах в Португалии, которые были объективны, то есть я не могу каждому ответить, я не могу залезть в шкуру вот этого человека, да, и с его позиции смотреть на это видео. Я могу только со своей. Каждый человек может пойти на эти курсы и стать кондитером. Ну, я имею в виду, надо что-то специальное для этого сдавать, какие-то экзамены или... Все зависит от твоего образования. Ну, вот нашего а-ля советского образования достаточно. Ты должен сделать эквиваленцию, эквиваленцию своего аттестата школьного. У меня высшее образование, но я не стала делать эквиваленцию своего диплома, хотя в будущем планирую. Я сделала эквиваленцию своего аттестата. Все правильно делаешь. Нужно заполнить практически до верха, да. Но не с горкой. Ты не стала делать эквиваленцию своего диплома, но... Почему, да? Потому что эти курсы, они не предполагают, что у человека есть высшее образование. Достаточно либо 12 классов, либо 9 классов. Да, спасибо. Так, теперь берешь вот этот сакупаштолейр. Сакупаштолейр. И по кругу, да? И давишь вот здесь. Ага. Да, начинаешь с середины. Да, дави, дави, дави. Дави сильно. И делаешь круг, круг, круг. Еще сильнее. Так. Смотри, как хорошо. Все? Может, правда, задуматься о смене профессии. А как она? Такие полосочки. Все, я помню. Ты тоже давишь слегка? Да. Можешь как угодно. Можешь делать по кругу тоже, а можешь делать таким. Можно написать ровно? Можно. Но лучше на тарелке. Так? Да. Смотри, у тебя красиво получилось. Все. А теперь выбираешь любые фрукты. Можешь даже вот такими конфетками украсить. Они яркие, тоже будут красиво смотреться. Просто посыпать? Да. Сыпь сверху. Чем выше ты сыпешь, тем более равномерно оно будет. Ага. Да. Вот здесь тоже можно. И малинку. Или она будет неуместна? Будет хорошо. Можно еще листик мяты. Она уравновесит вот эту красноту. Вот смотри, вот этот маленький встанет. Встанет хорошо. То, что у него жесткий кончик. О, прекрасно. Представь, если бы ты здесь родилась и развивалась. Ну вот, ты прошла свой жизненный путь полностью в Португалии. Тут вот в Лиссабонской области. Вот как ты думаешь, ты была бы здесь счастливее? Или твоя жизнь была бы более наполнена радостью? Если бы я здесь живу. С какими-то событиями интересными? Не знаю. Это сложный вопрос, потому что, во-первых, я этот путь не прошла. Ты видишь, как твои, допустим, дочки здесь живут, развиваются? Как они проводят время? С каким настроением они приходят из школы или из секций? Ну, в целом, представляешь себя на их месте? Просто сравнивать твою жизнь в России и твою жизнь здесь нельзя. Ну, нет смысла, потому что ты там в школу ходила. И разное время было. Да, а здесь ты занимаешься любимым делом, скажем. Уже мама и все дела. Наверное, была бы счастлива, конечно. Я к тому, что... Ну, вот есть минусы. Для меня лично... Ну, я с тобой говорю только исключительно о том, что меня лично волнует. Да. Для меня минусы жизни в Португалии – это не влажность и не медицина. А в первую очередь то, что не так много близких людей, которыми можно открыться, знаешь, посидеть, провести время. Особенно друзей, может быть, детства, студенческих лет. Ну, вот ты просто вырываешься и приезжаешь сюда. А здесь все живут со своими вопросами, ну, со своими проблемами. По большому счету здесь эмигранты, ну, они борются за выживание, правильно? Ну, в смысле, что... Что семья не здесь, да, семья осталась... Ты про это говоришь? И то, что нет у тебя... Ну, даже если у тебя семья, вот, ну, мама, папа, понятно, ты была бы, там, в Мурманске или в Мурманской области, мама была бы в Москве, папа был бы где-то еще. Понятно, чтобы ты с ними, наверное, не жила. Вот, ну, я больше о том, что вот друзей, с которыми ты можешь проводить много приема свободного, ну, их мало здесь или вообще почему? Ну, да, я с тобой согласна. И это вот основной минус, ну, который меня, допустим, беспокоит. Мне кажется, это минус, который беспокоит практически всех эмигрантов, кто переезжает, поскольку, ну, даже находясь... Мы тоже вот разговаривали с мужем на этот счет, я помню, что даже когда ты живешь в своей стране, очень сложно найти близких по духу людей. Ну, допустим, у тебя могут быть друзья со школы, да, с которыми ты поддерживаешь отношения, либо на работе ты нашел, да, каких-то друзей. И то ты находишь определенное ограниченное количество. Здесь, так как нас мало все-таки, ну, относительно... Да. То есть больше португалья, русскоговорящих, да. И, как ты говоришь, каждый борется за выживание, то есть, соответственно, и круг общения очень узкий, и ты вынужден общаться с теми людьми, которые тебя окружают. Да. А это, ну, попасть, вот, чтобы оно совпало, по интересам это очень сложно. Очень сложно, да. Вот ты в родном городе, где 4 миллиона, например, ты выбрал три друга, с которыми тебе приятно проводить время. Найди тут среди, в общем-то, 10 тысяч, например, разбросанных по всей стране. Вот для меня это очень большой минус, и, ну, мне этого не хватает. Ну, я, наверное, ну, на тот момент, когда я снимал это видео, наверное, я не выделяла это, да, как минус. Ну, это отзывается у тебя? Отзывается, да, отзывается. И... Это тоже есть. Представь, что... Я согласна с тобой. Ну, если бы можно было откатать все назад, например, ну, вы бы решили, что все-таки едем в Лиссабон или лучше в Мурманск? Нет, я бы все сделала точно так же, как абсолютно. Точно так же? Ну, я вообще... То есть вот эти плюсы, которые вы получаете здесь, они перекрывают вот этот огромный минус? В 10 тысяч раз перекрывают. Эти минусы есть, в любой стране можно назвать, как я уже говорила, в любой стране можно назвать, и не 10, и не 5, и не 10, и больше минусов, да, кого вот что волнует. Вот ты, например, назвал вот этот минус, о котором я на тот момент не думала, когда вот снимала видео. То есть для меня он не был таким большим, чтобы вот я его выделила, к примеру, в эти 5. Вот, поэтому... Нет, конечно, безусловно, Португалия – это очень классная страна. Почему я здесь и сижу, да, как-то... Нет, ну это тоже такой выбор, знаешь. Это же не носки поменять страну, знаешь. То есть, если тебе там не нравится, уезжай оттуда. Типа, чувак, а ты вообще откуда-то уезжал хотя бы раз в своей жизни? Да. Особенно мне нравится, когда это пишут, там, мужчины 40-летние в двушке с мамой в соседней комнате. Да, да. Нет, ну, каждый, опять же, судит по себе, да, по своему собственному опыту. Поэтому, ну, вот. Ну, я уже сейчас просто отношусь, то есть пишут комментарии, хорошо. То есть отношусь философски. То есть ты написал комментарий, ну, ладно. А вот твои одноклассники, друзья, которые остались там, в России? Ну, мы переписываемся. Ну, многие хотят, ну, типа такие, знаешь, вот с легкой завистью, может быть, белой. Пишут, типа, вот я бы тоже хотела. Поначалу писали. Сейчас уже как-то они тоже, мне кажется, свыклись, привыкли, что я здесь. Мы встречаемся, вот, когда я приезжаю, когда вот мы приезжаем в Россию, мы встречаемся. Когда они говорят, вот, наверное, у вас там классно, конечно, конечно, знаешь, вот такие вот эти интонации. Вот что ты им отвечаешь или о чем ты думаешь? Да не знаю, я рассказываю. Ну, блин, я не чувствую, правда, вот этой зависти. Не-не, белый, ну, в плане, знаешь, там вот ночь полгода, а ты тут фотку из пляжа. Ты вот тоже усугубляешь, мне кажется, про этот, про климат, про то, что прям ночь там полгода. Во-первых, все ездят. Рядом Питер, да, где тоже есть полярный день, полярная ночь. Ну, именно там зимой, летом, да, вот, допустим, весной, осенью нет. Поэтому сейчас все переездят туда-сюда, в Москву. Ну, то есть нет такого, что все, ты там, допустим, в Апатитах, да. Апатит, кстати, очень развитый город, ты зря. Он очень такой молодежный. Кстати, он, ну, там железная дорога, я так понял, Мурманск. Мурманск-Моспва, Мурманск-Питер. Ну, там ездят часто. У нас там туризм развит, у нас там горы, горнолыжный курорт, хибины. Мы говорили про образование, достаточно 9 или 12 классов, да? Да, там курсы подразделяются для тех, у кого есть оконченное школьное образование, 12 классов. И для тех, кто закончил только 9. Да, ну, ты с высшим образованием проходишь в категорию 12? 12, да, но только если ты сделаешь эквиваленцию своего аттестата. Поэтому нужно перевести аттестат у переводчицы, и потом идти в любую школу, школа секундария, и там говоришь, что тебе нужна эквиваленция. Единственное, мы заканчиваем 11 классов, но они приравниваются к 12 классам этого образования. То есть доучиваться не надо? Доучиваться не надо, и это обязательно нужно сказать вот в этой школе. Потому что если не скажешь, они сделают эквиваленцию на 11 классов, и тогда тебе придется год доучиваться. Ну да, не хотелось бы. Ну, то есть это вообще нелогично. Поэтому делаешь эквиваленцию на 12 классов, и потом с этим аттестатом, с переводом, с эквиваленцией идешь в эту школу и говоришь, вот я хочу… В школу кондитера? Да. Ну, в школу кондитера, либо любой другой центр по твоему интересу. Я пошла в школу кондитера. Это бесплатно или это платно? Это бесплатно, они платят стипендию даже. Просто так? Да. Звучит очень круто. А можно было там стать, не знаю, машинистом, электропоезда? Наверное, можно, но я пошла именно в школу, которая специализируется на ресторанном сервисе, да? У них есть… Отолария и… Отолария, отолария, да. Но вообще есть разные центры, я так думаю, что если вбить в гугл, то можно найти. А это же надо знать, как и португальский, наверное, нормально. Тебе же там все по-португальски. Ты знаешь, когда я пошла, я знала очень плохо португальский. Когда я пошла вот учиться на повара-кондитера… Нет, я уже была в стране достаточно долгое время, наверное, 4 года. Да, но… Да. То есть я понимала многое, но говорить было очень сложно, ты знаешь, да? Вот этот языковый барьер, пока ты не начнешь говорить, ты… Ну, у тебя еще синяя русскоязычная, так же, как и у меня дома, мы не говорим по-португальски. Это и хорошо, и плохо, да? Да, да. Вот, поэтому… Ну, нормально, ты как бы прошла курс. Ты знаешь, меня очень хорошо встретили, там, очень хорошо мои коллеги, португальцы, одногруппники, они очень хорошо меня приняли. А там португальцы или были разных народов? Разных народов. Они очень хорошо… Ну, все говорили хорошо по-португальски. Вот. И они очень хорошо меня приняли, то есть не было… У меня не было ощущения, что, блин, все, я теперь не знаю без этого языка, не знаю, что буду делать. Ну, и потом наша сообразительность славянская тоже помогает, да, где ты не понимаешь, там, додумываешь, вот. И потом, видишь, профессию, которую я выбрала, она не предполагает знания языка, там, на каком-то высоком уровне. То есть достаточно понимать, что от тебя требуют, да, переспросить. Ну, естественно, когда я уже пошла учиться, язык португальский, он просто огромными темпами начал развиваться, да. В России у тебя профессия психолог? В России, да, в России высшее образование. И ты практикуешь сейчас? Я практикую, да, сейчас веду, у меня есть уже старые клиенты, да, уже новых не набираю, поскольку я решила переквалифицироваться в кондитерах, вот. Но свою психологию я не бросаю, то есть все эти годы, сколько я здесь живу, то есть это моя страсть, то есть у меня сейчас две страсти – это психология и кондитерка. Вот, психологию не бросаю, то есть мы сейчас поменялись местами. Раньше, когда я здесь училась на кондитера, да, еще как повар-кондитер, у меня была психология – это моя основная профессия, то есть, а кондитерка – это как хобби было. Сейчас поменялось местами немножко, то есть я веду своих клиентов, которые у меня есть, уже не набираю новых, но кондитерка стала основным делом. А кто эти клиенты? Это русскоговорящие? Ну, понятно, они, в смысле, это иммигранты или это клиенты из России? Есть из России, потому что я веду онлайн-прием, вот, и есть иммигрант. Ну, мы можем об этом говорить или нет? Ну, нет, потому что психолог не может говорить с клиентами. Нет, мы не о клиентах конкретно, а вообще вот эту тему. Ну, честно, вот смотри, очень многие сейчас там в Инстаграме мне психологи там добавляются, подписываются. Я вижу там, вот девочка была там, допустим, не знаю, там, косметологом, тот раз стала психологом, знаешь? Ну, это я такое не понимаю. Ну, ты понимаешь, о чем я, да? Да, ну, как бы, я понимаю, о чем ты говоришь, да? О том, что относятся к этой профессии, как будто что-то легкое и все, типа, на моде поймать что-то. Ну, может. Ну, вообще нет. Ну, mental health сейчас актуально, но все занимаются своим ментальным здоровьем, поэтому, если есть спрос, ну, почему бы не предлагать свои услуги? И вот если ты, например, психолог в России, может быть, можно переехать сюда и давать онлайн-консультации и жить на пляже, ну, возле пляжа? Наверное, можно. К тому же здесь психолог, это не психолог, как у нас. Хотя я сейчас не знаю, я, видишь, уже 7 лет живу здесь, наверное, ситуация поменялась в России. У нас отношение к психологии, то есть я закончила университет в 2006 году, то есть уже сколько лет прошло, да? И на тот момент, когда я его окончила, отношение к психологам было очень тревожное такое у людей. Типа мозгоправ, да? Типа мозгоправ, да? Типа мозгоправ, то есть ты к психологу ходишь, ну, то есть сейчас, наверное, все поменялось, я так думаю, в России тоже. То есть не было понятия, в чем разница между психологом, психотерапевтом и психиатром. То есть это все типа одно и то же про болезнь. Хотя это совсем не так, и в психологии очень много разных направлений. Психиатрит, ну, психиатр, это врач, да, психотерапевт, это психолог с медицинским образованием. Психолог, это человек, который работает с нормальными людьми, у которых есть трудности. Здесь, в Португалии, я вижу, что эта профессия, ну, такая благородная, что ли, то есть с уважением относятся люди, когда узнают, что ты психолог. То есть они как-то так располагаются, у них нет вот этого страха. То есть это не то, что трехмесячный курс окончил? Конечно же нет. Ну, то есть это высшее образование полноценное. Помимо высшего образования необходимо еще пройти курсы, то есть в определенных направлениях углубленные курсы. Потому что в психологии есть различные направления. То есть ты получаешь в институте обширные знания, базовые. А затем ты должен углубиться в какое-то направление, чтобы практиковать в нем. Интересно, вот проблемы, с которыми обращаются к психологу в России и проблемы, с которыми обращаются к психологу здесь, они разного уровня? Ну да, потому что здесь у людей-иммигрантов проблемы, которые, допустим, были у них, они могут усугубиться в силу того, что есть проблемы эмиграции, языковой барьер, проблема социализации. Да, и всплывают очень сильно, ярко остальные какие-то трудности, которые они испытывают. То есть я, в принципе, могу работать здесь психологом. Язык еще пока не позволяет, ну, на мой взгляд, не позволяет работать. Потому что в психологии это все-таки, вот даже мы с тобой общаемся, психолог должен очень хорошо говорить, очень хорошо владеть речью. Психолог должен понимать, не только чувствовать другого человека, но он должен понимать, он должен владеть настолько хорошо речью, чтобы не переспрашивать. То есть если я переспрашиваю тебя о чем-то, то не потому, что я не поняла, что ты говоришь, да, а потому что это специальная техника. То есть я переспрашиваю для того, чтобы ты проанализировал то, что ты проговорил еще раз, да, и сделать акцент на этом. А если я владею речью, ну, постольку-поскольку, естественно, это, ну, это будет мешать работе. Ну, а как ты можешь улучшить свою речь, если у тебя, ну, все говорят по-русски? Поэтому я сейчас учусь уже очень долго, ну, учусь уже три года получается. Именно португальскому языку или просто? Я учусь, нет, я пошла учиться на повара-кондитера, потом на кондитера, и, во-первых, я обрела знакомство и друзей среди португала, говорящих, ну, среди португальцев. И, соответственно, у меня появились люди, с которыми я могу в повседневной жизни общаться и также в профессиональной. Вот, и язык, естественно, у меня улучшился. Но этого недостаточно для того, чтобы работать психологом. А есть цель работать психологом? Когда я пошла учиться, у меня была такая цель. Вот, пойти, начать говорить по-португальски, постепенно, 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 ну, и параллельно получить профессию, допустим, повара. И затем... Но основная задача была практиковать португальский. Для чего? Для того, чтобы потом сделать эквиваленцию и пойти уже работать психологом здесь, не только с русскоговорящими людьми, но и с португальцами, чтобы расширить свой круг. Но потом у меня в какой-то момент поменялось. То есть я поняла, что, ой, а мне так нравится, мне нравится кондитерка вообще. Поэтому я пошла ее углублять. Но все равно были планы такие, что, ну, кто знает, диплом лежит, любовь есть в профессии. Это вопрос любви к профессии или вопрос количества клиентов? Это вопрос любви к профессии, и это вопрос, ну, и денежный тоже. В смысле, что аудитория русскоговорящих меньше, чем португалоговорящих? Да, конечно. И потом русскоговорящие с определенным запросом приходят, да? А любой специалист хочет расширяться, правильно? То есть не только одни запросы решать определенные. С каким запросом, можно сказать? Ну, разные. Адаптация, допустим. Адаптация детей, к примеру, здесь, да? Потом билинговые. Кстати, я часто это слышу. Вижу запросы ищут психолога для ребенка. Это ребенка. А я так как закончила педагогический университет, то есть я работаю... А ребенок это обычно какого возраста? Разный. То есть в 5 лет он тоже может плохо адаптироваться? Может, но чем моложе ребенок, тем он быстрее адаптируется. Потому что чем... Ну, вообще адаптивность, вот эта вот способность адаптироваться, это главная способность человека. И чем старше мы становимся, тем менее мы адаптивны. Приехав сюда, поняла, что, конечно, работать, чтобы здесь работать так же полноценно, как я работала в России. То есть официально, во-первых, да? Во-вторых, работать... Потому что психолог, он все-таки должен социально быть защищенным. То есть он должен быть... Иметь сертификат здесь, да, свой. Иметь документы соответствующие, иметь кабинет. Да, то есть это не просто так. То есть чтобы работать здесь официально, естественно, нужно сделать эквиваленцию. Слушай, такой вопрос у меня, ну, сейчас возник. Смотри, здесь в Португалии очень много предложений по повышению квалификации. Или в перехвалификации. Ну, реально страна этим занимается. То есть ты попадаешь там на безработицу, тебе сразу засыпают предложениями. Иди туда, иди туда, делай что-нибудь, учись, все бесплатно. Страховку платим, стипендию платим. И многие вот учатся, годами там учатся, там десятилетиями. У меня часто возникает впечатление, что они учатся вот лишь бы учиться. Есть такое у тебя или нет? У меня, ну, в смысле, не у тебя конкретно, есть такое ощущение? Есть такое ощущение? Есть, да? Я так думаю, есть категория людей. Во-первых, есть категория людей. Это везде, не только в Португалии. Которые учатся. Ну, просто они не нравятся учиться, да? Которые получают первое, высшее, второе, третье, пятое и не работают в результате. Но это определенная психологическая проблема. Да, да. Вот, а также здесь есть категория людей, которые, те же платят стипендию. Ты не просто учишься, тебе на бирже труда что-то платят. И они учатся, вот они ходят из курса в курс. И, как правило, эти люди, ну, имеют какие-то ограничения, вот, психические такие. Ну, то есть они не могут, допустим, ну, как я вот анализировала, они не могут после вот этого пройденного обучения пойти работать по специальности. То есть прорабатывать эти 8 часов, там, 40 часов в неделю или даже больше. То есть им проще пойти опять учиться, там, не знаю, 5 часов с перерывами и получать практически ту же минимальную зарплату. То есть им помогает государство. Ну, да, и ответственности никакой. Типа, я учусь какие-то вопросы. Да, я учусь, я студент, я вечный студент. Так вот в твоем случае конкретно, это вообще не так? Это не так, нет. Ну, ты реально нацелена... Я реально нацелена. ...стать профессионалом. Ну, во-первых, я уже зарабатываю, да, своей специальностью. То есть я кондитер на дому, он зарабатывает своей специальностью. Да, как? Ну, как он делает на заказ торты, пирожные, продаёт. Ну, я догадываюсь, как, но ты не можешь рассказать, как это делается вообще. Понятно, что это может делать каждый, но понятно, что почти никто этим заниматься не будет. Ну, во-первых, нужно научиться делать красиво. Так делать, чтобы не только твои домашние любили, им нравилось. То есть вначале ты делаешь, потом ты учишься. Да, учишься книги, покупаешь, видео смотришь. Можно пойти учиться в центр, как я. Вот, затем смотришь, есть ли у тебя способности к этому. Потом угощаешь своих друзей, смотришь фидбэк от них. Это у тебя так было. Это у меня так было, да. Потом, когда тебе, у меня как было, тоже друг звонит и говорит, вот мне нужен торт, сделаешь? Ну, я посчитала там, сколько мне это выйдет, то есть, ну, уже за деньги. Да. И продаёшь первый торт, продал им, понравилось, понравилось гостям. Начинают заказывать следующие, сарафанное радио начинает работать. Вот, затем, ну, на фейсбуке можно дать рекламу тоже. Но это уже, когда, ну, как мне кажется, человек должен вначале уверенно, уверен быть в своей профессии, что он действительно сможет сделать. Вот эти изделия, они всё-таки, ну, больше заказывают такие, которые мы привыкли оттуда. Да, 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 да. Я поняла, о чём ты. Ну, киевский торт, например, его здесь нет. В основном мои клиенты – это люди из Советского Союза. То есть, это люди, кто, приехав сюда, не обнаружил здесь в магазинах наших советских тортов, советских десертов. Вот, и они заказывают. Они заказывают классические какие-то торты, ну, могут, ну, киевский торт, допустим. А у вас, кстати, в Мурманской области есть киевский торт? У нас нет. Ну, я пробовала, потому что, ну, в Москве пробовали, там тоже продаёшь. Ну, да, это как котлета по киевски. Хотя, мне кажется, уже сейчас вот всё есть везде. Ну, да, да, ну, просто это же как бы воспоминания из детства. Сейчас, понятно, можно уже все путешествуют везде, всё пробуют. Маффины какие-то, что это такое? Ну, это как кексы, да, по-нашему. Маффины, кексы, как кейки их можно назвать. То есть, это такие, как пирожные, которые могут быть внутри с кремом, могут быть с ягодами внутри, или вообще и без всего. Могут быть с кремом сверху, могут быть с шоколадом, а могут быть просто вот такие простые, то есть не оформленные ничем. Вообще, ты знаешь, что каждые 8 лет нужно менять профессию? Ну, не нужно, а вообще считается, что если ты развиваешься, не деградируешь, да, не останавливаешься, развиваешься, то, как правило, сфера деятельности каждые 8 лет меняться должна. Ты знаешь, когда я сюда переехал, в Португалию, мне так понравилась вот эта динамика моих изменений жизненных, что я понял, что мне надо переезжать куда-то раз в 10 лет. Ну, так я себе придумал, знаешь, я там начал говорить об этом. И если я себя заставлю это делать, это будет просто бомбическая моя жизнь. Ну, когда я буду умирать в 110, например, я подумаю такой... Оптимист. Ну, реально ты нормально прожил жизнь. То есть не то, что там до 35, а потом там, да что там уже там нормально. А нет, до 90, знаешь, на максималках. Вот то, что ты сейчас говоришь, я не думал об этом, что надо менять. Ну, в принципе, рынок составляет тебя меняться. Это если ты развиваешься. Вообще, я знаю, что есть либо развитие, либо деградация. То есть остановки быть не может. Я понимаю. И если меняешь страну, то, соответственно, ты должен адаптироваться. Если ты адаптируешься, у тебя мозг работает, ты либо учишь язык, либо ты усовершенствуешь свой язык. То есть ты не останавливаешься, ты постоянно двигаешься. То есть именно об этом речь. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...